Сегодня в Ярославле прошла губернаторская елка. В концерт на зрелищный центр Миллениум съехались 2200 ребят со всей области. Это дети из малоимущих, неполных, многодетных и других семей. Спектакль, подарки, игры и хороводы вокруг елки – все эти традиционные моменты любого новогоднего праздника призваны подарить хорошее настроение и незабываемые впечатления юным ярославцам. Зима, Королевский дворец, у юной королевы занятия. На сцене Миллениума «Вечная история» пьесы-сказки Самуила Маршака «12 месяцев». В зале дети и их родители со всех уголков области. Мы прошлый год были, нам очень понравилось. Смотрели сказку «Снежная королева». И в этом году, когда билет нам вручили, мы с удовольствием так долго ждали, и наконец-то мы здесь. Мне нравится ходить на елки. С сестрой хожу. Впечатление хорошее. Вот нам вручили красивые подарки сладкие и мягкие игрушки. Мы хотели бы пожелать, чтобы у всех на всем мире все было хорошо. И у нас тоже было хорошо. Губернаторская елка устраивается ежегодно перед Новым годом. Ее участники – дети из многодетных, малообеспеченных семей, сироты, инвалиды, дети участников СВО. В целом, за день на двух представлениях в Миллениуме смогли побывать 2200 детей со всей Ярославской области. В 18 муниципальных образований Ярославской области также пройдут губернаторские елки. И дети также посмотрят интермедии, которые будут им предложены, и получат сгалки и подарки. Сегодня чествовали и победители областного конкурса «Семья года». Их 13. Главной семьей стали Михаил и Ирина Осиповы. Их трое детей из Никаузского района. Елки и новогодние представления еще только начинаются. Впереди многодневный праздничный марафон, который каждому ребенку принесет море эмоций и подарков. Владислав Старожук, Олег Вольский. Главные телевизионные новости.